Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Заявление Лаврова не соответствует духу не просто союзнических, но и обычных добрососедских отношений. Такие заявления со стороны министра иностранных дел государства, с которым Армения состоит в стратегическом союзе, неприемлемы и достойны осуждения. Лавров, по сути, прямым текстом говорит, что поскольку в Армении возбуждено правовое производство в отношении действующих в Армении российских компаний, то Россия намерена повысить цены на газ для Армении. Это форменный шантаж в отношении Армении и вмешательства в ее внутренние дела. Правоохранительные органы Армении возбудили суверенный правовой процесс в отношении действующих в нашей стране российских компаний, поскольку они десятилетиями функционировали в соответствии с преступными схемами, коррупционными механизмами, в которые были вовлечены прежние власти Армении. В широком смысле это часть российской бизнес-культуры, так работают российские корпорации везде, где это позволяет местная власть. Сейчас в Армении установлена легитимная власть, которая пытается все, в том числе, российские предприятия вывести в правовое пространство. А Лавров на деле говорит, что вы не позволяете нашим предприятиям работать вне закона, и мы повышаем цены на газ. Это непозволительный подход со стороны России, и власти Армении должны дать этому адекватный ответ. Что касается цен на газ, то Россия позволяет себе подобное, по сути, циничное отношение, поскольку с легкой руки прежних властей получила позорные газовые договоры и, что самое важное, газораспределительную сеть Армении, которая была полностью передана Газпрому. При такой форе Россия может позволить себе думать о повышении цен на газ для Армении, хотя во всем мире цены на энергоносители рухнули. Вы сказали о газовых договорах, которые нынешнее руководство получило в наследство от прежнего. Вы видите возможность ревизии этих договоров. Да, действующая власть получила их в наследство, но это вовсе не значит, что она должна смириться с этим и не думать о ревизии. Понятно, что это подразумевает сложную процедуру и несет в себе компонент межгосударственных отношений. Но, думаю, состоявшаяся в Армении революция должна сказаться и на этой сфере. Потому что, если мы не предпринимаем революционных шагов во всех сферах, в том числе во внешней политике, революция становится красивым лозунгом. После революции минуло уже два года, но она еще не отразилась на армяно-российских отношениях. Мне кажется, армяно-российские отношения сейчас находятся в кризисе. И заявление Лаврова тому свидетельство. Это мы позволяем сложиться такой ситуации, потому продолжаем политику прежних властей, которая на деле подчиняла интересы Армении российским. Свидетельством тому то, что мы продолжаем пребывать в ЕАЭС, не получая от этого проку. Если мы являемся членами единого экономического пространства, но в нем не действуют единые цены на энергоносители, то наше членство становится бессмысленным. Если речь о свободной торговле, то мы и без ЕАЭС имели такой режим со странами-членами, без делегирования части нашего суверенитета этой наднациональной структуре. Как и после революции, так и сейчас, я убежден, что армяно-российские отношения обладают большим неиспользованным потенциалом, который мы не реализуем по той причине, что руководствуемся стереотипами и подходами прошлого. Но власти Армении утверждают, что такого высокого уровня отношений между Арменией и Россией никогда не было, и все нормально. Можно заявлять что угодно, проблем от этого не убавляется. Авторам таких заявлений кажется, что говоря халва, во рту станет слаще. Жизнь доказывает обратное и свидетельством тому, по сути, недружественное заявление Сергея Лаврова. Россия, к сожалению, продолжает прежнюю политику в отношении Армении. Они говорят с нами на том же языке, с той же лексикой, что и во времена Сержа Саркисяна и Роберта Кочаряна. Я не виню Россию, проблема в нас, в манерах власти Армении, которая не может показать России, что изменилась ситуация. Власть легитимна и обязана отстаивать суверенитет страны и ее интересы. Пока Россия раз и навсегда не возьмет это на учет, она будет продолжать шантажировать и выдвигать ультиматумы. Сергей Лавров также говорил о Карабахском урегулировании, заявив, что на столе поэтапный вариант. Министр Эд Армении опроверг эти слова, отметив, что с 2014 года этот вариант не обговаривается. Чем было обусловлено заявление Лаврова? Я бы рассматривал эти заявления в одном контексте, хотя цены на газ и карабахское урегулирование напрямую не связаны на первый взгляд. А контекст следующий. Россия в очередной раз пытается говорить с Арменией языком диктата, применяя для этого все инструменты своего арсенала, от цен на газ до карабахского урегулирования. Что касается заявления Лаврова о поэтапном варианте, то я считаю позитивным то, что Мнацаканян, по сути, опроверг это. Новые власти Армении по различным поводам заявляли, что опровергают мадридские принципы. Это значит, что отвергается берущее начало в 1997 году поэтапный вариант. То есть, на деле заявление Лаврова, мягко говоря, устарело и не отражает реальное положение вещей. Мотивы этого заявления следует искать в общей политике России в отношении Армении. Что касается карабахского урегулирования, то в связи с коронавирусом и после следует кардинально изменить философию переговоров. В Арцахе фиксируются случаи коронавируса, но они не отражаются в мировой статистике. Хотя речь о людях, таких же, как в России, США или Германии. Коронавирус продемонстрировал, что понятие безопасности отныне связано со здоровьем людей, медицинской безопасностью. А это указывает на то, что карабахский конфликт касается в первую очередь человека, его прав и свобод. И наша дипломатия должна сделать все, чтобы внести это в переговорный процесс и изменить на этой базе логику и философию урегулирования. О возможной связи коронавирусной инфекции с лабораториями Пентагона в постсоветских странах. Пропагандистское биологическое наступление американцев на Китайскую Народную Республику идет по нарастающей. В частности, телеканал Fox News объявил о выявлении некого нулевого пациента, коим предсказуемо оказался сотрудник биологической лаборатории в Ухане, на протяжении ряда лет, как известно, получавший западные гранты. Камуфлируя имеющиеся вопросы о биолаборатории в Форт-Детрике, глобальные медиа подхватили и активно раскручивать версию о китайском вирусе, якобы вырвавшемся на волю в ходе исследований ученых из Поднебесной. В ходе недавнего очередного совместного брифинга главы Пентагона и главы Объединенного комитета начальников штабов Марк Эспер не исключил возможности размещения в китайских лабораториях неких международных инспекторов. В свою очередь, главный американский военачальник со ссылкой на данные разведки утверждал о том, что объявленная в марте пандемия началась в Ухане в декабре 2019 года, якобы в результате естественной передачи патогена от животного к человеку. Заметим, что не вполне стыкуется с публикацией с Washington Post, согласно которой побывавшие в начале 2018 года в Ухане американцы якобы сильно встревожились отсутствием должных мер безопасности при проведении опытов с летучими мышами. А ведь есть еще и так называемый «мокрый рынок», ставший еще по одной версии источником заражения, а позже предметом пристального внимания со стороны американских вирусологов в штатском. Поднявшаяся за океаном волна обличения царящих в Китае порядков совпала по времени с публикацией в Канаде открытого письма группы политиков и видных ученых числом более ста человек. Авторы сравнивают ситуацию с вирусом, с чернобыльской катастрофой, намекая на то, что китайские власти, как в 1986-м, советские якобы утаивают правду, за такая арты неугодно. Разгоняя панику, авторы послания утверждают, что авторитарная коммунистическая партия Китая виновата в том, что инфекция стала угрозой для каждого человека. «Все заявления американских СМИ об утечке коронавируса из биолаборатории в городе Ухань лишены каких бы то ни было доказательств», заявил 16 апреля официальный представитель МИД КНР Джао Ли Дзянь. «Есть разного рода концепции о возникновении коронавируса, и ничего исключать нельзя», заявил независимой газете ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. Но заявления американцев не вызывают доверия. Они плохо провели борьбу с пандемией и пытаются возложить ответственность на Китай. Не нужно забывать, что американские спецслужбы не раз распространяли явную ложь. Самый известный пример – их выдумка об оружии массового уничтожения в Ираке. Вопрос о военно-биологической деятельности Китая, планомерно обкладываемого военными биолабораториями по периметру своих границ, возможно, заслуживает отдельного рассмотрения. Здесь же заметим, что объявленная по версии ВОЗ так называемая пандемия отнюдь не обходит стороной страны бывшего Советского Союза. И можно только выразить удивление отсутствием надлежащего реагирования в связи с деятельностью почти 20 биолабораторий в сопредельных странах, которым военно-политическая аналитика посвятила недавно специальный доклад. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 14 ноября 2019 года напомнил о том, что Пентагон ввел в эксплуатацию более 200 биологических лабораторий по всему миру. Они имеются на территориях Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Украины. Как отмечает директор Института стран СНГ Владимир Лепехин, Несмотря на очевидность причастности, мягко говоря, американских спецслужб и корпораций к массированной разработке бактериологического оружия и разворачиванию десятков закрытых биолабораторий на территории многих государств, ни одна международная организация и ни одна страна или политическая сила, если не считать партию «Армянские орлы», «Единая Армения» в РА, до сих пор не начали кампании против этой деятельности. Доповим к этому обеспокоенность ряда общественных деятелей Республики Казахстан, усиливаемый вполне обоснованными подозрениями относительно вероятного генезиса опасного возбудителя припосредствии сети референс-лабораторий на территории этой страны. К примеру, стало известно о проведении в 2017 году в пещерах Алтынау, Карангир и Каптерхан группой ученых под руководством американского профессора Смита исследований зараженных коронавирусом летучих мышей. Примечательно, что к исследованиям был привлечен НИИ проблем биологической безопасности, находящейся в Кардайском районе Жамбульской области Казахстана, где в минувшем феврале, сразу после отъезда из Казахстана, госсекретаря Майка Помпео вспыхнули погромы, связанные с Китаем торговой общины местных Дунган. Сейчас на дворе не 2011 год и произошедшие перемены в народном сознании уже дают возможность инициировать серьезную информационную и общественную кампанию за немедленное закрытие ЦРЛ, прекращение работы с Пентагоном, НИИ проблем биологической безопасности и ликвидацию других военных и полувоенных организаций США на территории Казахстана, так как они угрожают здоровью и жизни граждан и в целом являются вызовом для национальной безопасности страны. Даже если не удастся сразу этого достичь, то очень вероятно, что под давлением общественности и независимых изданий можно будет добиться присутствия в ЦРЛ наблюдателей со стороны России, Ирана и Китая, против которых и направлена деятельность американских военных биологов, заявляет супредседатель социалистического движения Казахстана Айнур Курманов. Известно, что МИД, Министерство обороны и посольство КНР в Узбекистане, Казахстане и Киргизии неоднократно запрашивали местные власти о допуске китайских профильных экспертов на вызывающее беспокойство объекты. Ответом местных властей, заметим, сильно зависимых от Пекина экономически, были успокаивающие заявления и отсылки в сторону американских партнеров и предсказуемо аналогичной реакции. Однако и Пекин все же не нагнетал ситуацию, выдерживая баланс с западными соседями и памятуя о проблемах Синьцзянь-Уйгурского автономного района. Помимо активизации поддержки местных радикальных этнических и исламистских группировок, усиление конфронтации Пекина и Вашингтона чревато переброской в Китай смертоносных штаммов, что способно привести к дальнейшему росту напряженности. К слову, некоторое время назад международные правозащитники вспомнили и о внутренней Южной Монголии, что также не может не наводить на определенные размышления. Как отмечает эксперт Комиссии РФ по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, местные жители не имеют права появляться вблизи лаборатории Пентагона, а местные власти вмешиваться в их работу. Они с экстерриториальным статусом, то есть являются территорией США. Эксперт уточняет, что в этих объектах изучаются штаммы смертельных болезней, собрабатываются и воздействия на человеческий организм, а поражающий эффект штаммов усиливается американскими военными биохимиками. Если верить имеющимся данным, заболеваемость инфекционными недугами в Азербайджане, Армении, Украине, Грузии, Казахстане и Молдавии, где действуют рассматриваемые объекты, возросла за 2010-2018 годы более чем вдвое. Согласно информации казахстанского агентства «Евижн» от 30 марта, американские биолаборатории с высокой вероятностью можно связать с недавной вспышкой сибирской язвы в Грузии и с прошлогодней вспышкой менингита в Казахстане, повлекшей смерть сотен человек. Ранее соответствующими российскими структурами был сделан вывод о том, что свиной грипп и смежные болезни на Северном Кавказе и Ростовской области в начале 2000-х были спровоцированы утечками, вероятно намеренными, с грузинской территории. Наконец, 15 апреля украинская партия «Оппозиционная платформа за жизнь» потребовала от украинских властей страны проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, после появления которых на территории страны были отмечены вспышки опасных заболеваний. «Мы требуем от власти передать гласности факты противоправного сотрудничества Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в нашей стране. Сотрудничество, которое началось еще во времена президента Виктора Ющенко, продолжалось при президенте Петре Порошенко и осуществляется при нынешней власти», говорится в письме Виктора Медведчука и Рената Кузьмина. В качестве примера они приводят научно-технический центр на Украине, международную организацию, финансируемую властями США, работники которой обладают дипломатическим иммунитетом. Данный центр занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения. В январе 2016 года в Харькове по меньшей мере 20 военнослужащих погибли от вируса, похожего на возбудитель гриппа, еще более 200 человек были госпитализированы. Через два месяца на Украине было зафиксировано 364 погибших от свиного гриппа АН1N1, аналогичного штамму, приведшему к 2009 году к пандемии. В 2017 году вспышка гепатита А была зафиксирована в Николаеве, летом того же года в Запорожье и Одессе, осенью в Харькове. В этом году открылся новый фронт мировой гибридной войны с применением биологического оружия. По мнению многих китайских и российских экспертов, коронавирус синтезирован и вброшен в Ухань американскими спецслужбами. Разработка биоинженерных технологий в военных целях – ожидаемый драйвер развития нового технологического уклада. О возможности синтезирования вирусов, обладающих целевым поражающим действием против людей определенной расы, возраста или пола, ученые РАН говорили еще в 1996 году, обосновывая необходимость разработки и принятия программы обеспечения биологической безопасности России. Первые ласточки в виде лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и, возможно, птичьего гриппа и ВИЧ давно пролетели. Нет сомнений в том, что обширные сети разбросаны по всему миру американских секретных биолабораторий куется биоинженерное оружие. Его разработки и применение стимулируют развитие передовой биоинженерной промышленности, порождая спрос на медицинские научные исследования и приборы, новые сложные вакцины и лекарства. Здравоохранение, как ведущая отрасль нового технологического уклада, получает дополнительный импус для роста, пишет в еженедельнике военно-промышленный курьер Академик РАН Сергей Глазьев. Несмотря на обилие принимаемых нормативных правовых актов и заявлений о безальтернативности совместной противостоянии имеющимся вызовам, проблем по-прежнему более чем достаточно. На днях Евразийская экономическая комиссия отменила пошлины на импорт широкого ассортимента медицинских изделий и их компонентов, в том числе антивирусного профиля, что свидетельствует о больших проблемах с импортозамещением в данной чувствительной сфере. Так, власти Башкирии и ряда других регионов договорились о срочных поставках одно и многоразовых медицинских масок из Узбекистана, в то время как входящие в ЕС Казахстан и Киргизия обладают многоотраслевой хлопкопереработкой. Кроме того, глава аптечной гильдии РФ Елена Неволина заявила о сохраняющейся зависимости от импорта из КНР. Положительную роль в преодолении дефицита играет улучшение ситуации в Китае. Он возобновляет поставки сырья в Россию, так как маски унашили в основном из китайского сырья. Китайские партнеры возобновили поставки и готовых масок. Однако такая зависимость уже обходится дороже почти в 10 раз. Если до кризиса, связанного с падением рубля и до начала эпидемии, стандартная закупочная цена на китайскую маску была 2,5 рубля, то сейчас в Китае это продают по 20 рублей. Создается впечатление, что нарастить импорт упомянутой продукции куда проще и политически спокойнее, нежели совместными усилиями добиваться удаления смертоносных американских биолабораторий с территории союзных с Россией стран. Остается только надеяться, что клюнувший всех нас коронавирусный петух заставит, наконец, обратить на этот вопрос более пристальное внимание.